И прошло 12 месяцев, как мы получили по нашей заявке решение о выдаче патента на изобретение. Дата подачи заявки 14-11 ноября 2018 года. А нам исходящую дали 28-10-2019. Решение этого мы получили только в воскресенье. Что гласит данное решение Роспатента? Ну опять-таки съездлю докторам смехатронных систем. Ну вот опять Роспатент не слушает этих докторов. Опять выдал решение положительное на выдачу патента на изобретение. Ну они же говорят, говорят, ни Госдеп не слушает там, ни Американское патентное ведомство, ни Российское Роспатент. Вот решение какое? В результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение относится к объектам патентных прав, соответствует условиям патентноспособности, сущность заявленного изобретения и изобретения в документах заявки раскрыта, с полнотой достаточной для осуществления изобретения, в связи с чем принято решение о выдаче патента на изобретение. Заключение по результатам экспертизы прилагается. Также к решению прилагается отчет о поиске, патентном поиске. И что отмечается, что проведена область поиска по документатурным минимум документации проведена, другая документация и базы проверены, и установлены документы, относящиеся к предмету поиска, изобретение из документов из патентного права, тут их раз, два, три, четыре, пять, которые хоть как-то на что-то похожи. Но дает, что в особых категориях ссылочных документов, в том, что это документ, определяющий общий уровень техники и не считающий особо релевантным. В принципе, можно говорить о том, что нет аналога этому изобретению. А это изобретение касается конструкции мотор-колеса. Поэтому о мотор-колесе мы достаточно долго молчали, и вот сейчас, бах, и вернулись к нему. Почему? Потому что заявка была подана, решения не было, поэтому говорить было не о чем. В принципе, дальнейшее движение было замедлено, потому что там еще есть заявочные материалы. Ну, теперь можно сказать, что САУЛМАШ получит очередное патентное изобретение, в данном случае, на мотор-колесу. Это касается изобретения мотор-колес, а в общем случае машин электрических вращающихся, синхронных обращений. Простым языком говоря, с внешним ротором. И патент защищает это решение по ротору, которое позволяет получать высокие показатели энергоэффективности. Если бы, конечно, ну, Роспатент раньше вынул решение свое, мы бы этот патент заявили по системе ПИСИТИ. ПИСИТИ – это международная система. Я вам сейчас тоже ссылочку скину, две ссылки, чтобы можно было посмотреть, что это такое. Это международная система, которая охватывает целый ряд стран. Тут даже есть перечень стран, которых по этому договору защищаются авторские правы. Поэтому мы уже приняли решение и будем готовить заявку на международный патент. Патент обладателем будет тоже компания СОВГОЛМАШ. И эта патентная заявка касается мотор-колеса. Тех решений, которые заложены в конструкции и которые будут использованы при серийном производстве. Поэтому никто мотор-колесо на дальний план не откладывал, никто от него не отказывался. И не надо думать, что если мы не говорим о чем-то, что мы об этом забыли. Просто у нас страна как Россия, Российская Федерация. Вот сказки люди у нас учили. В детстве мы читали сказки, там всегда говорилось, быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Значит, смотрите. Вот две новости я назвал. Насчет того, что мы получили решение о выдаче нам патента. Вторая новость, то что мы сейчас начинаем заниматься подготовкой подачи заявки по системе ПИСИТИ. Третья новость, значит, мы зарегистрировали компанию СОВГОЛМАШ. в Едином государственном реестре НИОКРОВ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и технологических разработок. Сейчас формируются материалы для внесения в базу этих разработок. Несколько наших работ уже выполненных. двигателей 90-го габарита R6 и 100-го габарита R6. Это на 380 Вольт на 1000 оборотов синхронной частоты вращения для сети 50 Гц. Так же готовятся материалы на начатые уже работы. Вот это целая группа двигателей. В основном те же самые 90-го и 100-го и 112-го габаритов. Мы сразу же уже будем регистрировать туда разработки и по мере их выполнения будем заполнять материалы. Третья, наверное, четвертая новость на то, что мы получили первые результаты при испытании двигателей 2П4 90-го габарита с синхронной частотой вращения 1500 оборотов. Так же получили подтверждение, что только прямая замена обмоток дает нам повышение класса энергоэффективности до Е3+. Применяя другие наши решения, надеюсь, мы тоже на этом двигателе получим класс Е4. Поэтому шаг за шагом мы подтверждаем теоретически наши наработки делаем двигатели соответствующих классов, соответствующих ГОСТовских корпусах и формируем базу готовых моторов, опытных образцов и документацию на эти моторы. Поэтому помимо подготовки строительства, работы на дно объекта, мы ведем те работы, которые должны вестись в рамках создаваемого ПКТБ. Поэтому все ведется параллельно. теперь насчет того, что я многократно говорил, приглашал уважаемые заинтересанты, приезжайте, давайте будем проверять совместно, чтобы вы могли убедиться, посмотреть, пощупать, сами поучаствовать в испытаниях и провернуть нас и так далее. к сожалению, никто не проявил заинтересованности из докторов с мехатронных систем. На самом деле мы сейчас ожидаем несколько представителей от нескольких заводов из Китая и Индии. Поэтому мы к их приезду готовим все необходимые материалы и образцы, чтобы предоставить им возможность убедиться. Это в части, кстати, касается ответа на вопрос о строительстве завода в Индии. Коллеги, смотрите, мы просматриваем возможность строительства заводов по производству двигателей наших разработок как в экономических зонах Российской Федерации, так и за рубежом. Поэтому просматривается строительство или открытие производства подобного освоения производства как в Китае, так и в Индии. В Индии проявляют интерес создания строительства нового предприятия. В Российской Федерации тоже просматривается два направления. Значит, одно это освоение на действующих предприятиях, но они не проявляют активности и желания, но, наверное, ждут, когда их постигнет судьба интерскола, что их Китай скупит. Вот и другое это создание новых высокоэффективных производств с нуля. Предпосылками для строительства таких заводов служит проделанной нами работой. надо четко понимать себя и осознавать, что в рамках компании СОВАУМАШ выполнены проектные работы по проектированию завода проектно-конструкционно-технологического бюро, он же завод, в принципе, по двигателю двигателю по нашей технологии. А привязка завода к любой другой местности это уже вопрос техники. Потому что там есть, конечно, требования по климатике, по размещению, по локации, есть свои особенности. Вот, но это уже значительная часть работы, которую необходимо проделать на начальном этапе, она сделана. Есть предмет для разговора, потому что там же не только в проекте строительная часть расписана там с коммуникациями, со всеми, но и технологическая часть, а также все требования по оборудованию, по тому, какое оборудование будет использоваться в этом производстве, что для этого надо и так далее. Работа колоссальная и требует, потребовала очень большую работу. И поэтому при переговорах о строительстве предприятия у нас есть уже база. В том числе, когда у вас есть такие материалы, такая работа сделала, такие проекты уже выполнены, легче вести переговоры и о привлечении кредитных ресурсов от кредитных институтов всевозможных, потому что это уже не на пустом месте. Поэтому в Индии ведутся переговоры, просматриваются возможности строительства завода исследуются, определяется целесообразность, определяется номенклатура, объемы производства, локация размещения, привязка к ресурсам, как к сырьевым ресурсам, так и к трудовым ресурсам и так далее. Поэтому решение может быть принято, просто сейчас ведется предварительная работа, потому что вот так вот сесть, да, мы струй, невозможно. Необходимо выполнить большой объем работы, аналитически просчитать, потому что надо посмотреть логистику доставки, как это скажется на цену, на какие рынки это ориентировать и так далее. Это большой объем работы. Поэтому мы подобные работы ведем и по другим регионам, просто этот вопрос не освещался, так как посвятили по Индии внезапно, да, потому что спонтанно такие решения естественно не принимаются. Это серьезная работа, проработка. Ну традиционно мы обычно объявляем о подобных работах или вообще о подобных вещах только тогда, когда уже решение либо состоялось, либо проработано на 99,99% исключающие случайности, потому что ответственность за финансы, за результат она очень большая. Ну да, славянку китайцы покупать я покучусь. Ну вы знаете дело в том, что двигатели китайцы покупают, да, и так далее. Ну вот в частности ведутся переговоры о том, чтобы выпускать двигатели для Европы. Семенс сюда везет двигатель, а мы туда повезем. Вот смех от и будет, да, повеселимся. И смотрите, дело в том, что как говорят тут замечают нас, не замечают, почему не реагируют, производители реагируют, они уже увидели у нас конкурентов и пытаются противодействовать. мы объясняли, и я неоднократно об этом говорил, что мы ждали этой реакции, мы понимали, что она последует, и мы к этому были готовы. .